Эту выставку ждали. Кое-что видели, знали, что работы уходят с киевских аукционов. И вот, наконец, в галерее Худпрома явила нам выставку Андрея Бобчинского. Осмотрев зальчик и центральный зал, становится понятным, что автор отменно владеет кистью. Это качественная живопись. Причем демонстрируется владение кистью. Еще и в разных стилях и стилистиках. От Джотто, Франджелико и сразу Джексон Поллок, Энди Уорхол, Опт-Арт, Демиан Хёрст. Бабочки. Доминируют бабочки. Так где же автор? Зачем он прячется за кем-то? И вообще, что он хотел этим сказать? Каково его послание? И тут под сказкой на помощь приходят два текста. Тексты хорошие, умные и образовательные. Катерина Филюк и Михаила Рожковецкого. Это диссоциация. Попросту распад. Украинец и одессит десятых годов века 21-го приучился, приноровился скользить взором по поверхностям, не углубляясь в суть, не отягощаясь серьезным, вдумчивым познанием, тем самым утратив способность устанавливать связи, взаимосвязи и взаимозависимость, чего бы то ни было. Подобного рода человек, придя на выставку Андрея Бабчинского диссоциацией, вряд ли сможет восстановить первоначальные образы полотен. Они перенесены, благодаря нехарактерной им стилистике, в другие плоскости, в иные параметры. Художник предлагает, задает задачу, либо восстановить исходное и установить первозданное, либо продолжать скользить по смыслам, образом продолжая свое диссоциирование небытия.